Фабрика проектов Константина Аникеева Хореографическая подготовка, дефиле, различные мастер-классы, воркшопы, фотосессии, программа подготовки к финалу была очень насыщена. Кроме того, в конце каждого месяца девушкам предстояла презентация и переход на следующий этап. Мы работали в тандеме с хореографом и, соответственно, под музыку движения подбирали наряды девушкам и обыгрывали их в их временные отрезки. Для кран-финала мы подготовили три совершенно разных выхода, как исторических королев, так и современных. Чем ближе к финалу, тем наши девушки начинают очень нервничать. Все волнуются, все хотят стать королевой. Победа в конкурсе – это не только всеобщее признание, но и возможность отправиться в путешествие на двоих. Очень позитивное мероприятие и вообще такие мероприятия заряжают энергией. В связи с тем, что такой подарок, я думаю, уже будет очень большая борьба. Участники проектов Константин Аникеева – это что ни на есть самые сливки Челябинска. Сегодня девушки, вышедшие в гранд-финал королевы Челябинска – это настоящий показатель того, какие красивые, умные и разносторонние девушки есть в городе Челябинск, и что на них можно равняться. Сегодняшнее мероприятие мы решили не обходить стороной. Независимо от того, кто победит, но я видел, все девушки очень красивые. Мы предоставляем каждой конкурсантке приз номиналом 35 тысяч рублей. Жюри поделилась критериями выбора победительницы, и самым важным из них оказалась внутренняя красота женщины и ее уверенность в себе. Я очень благодарна Константину Аникееву, который проводит такие мероприятия и поднимает статус женщины, и каждая дает понять, что она королева. Для меня самый главный критерий в выборе женской красоты – это ее доброта. Мне кажется, это основное качество, которое характеризует женщину. Она придает ей и мудрость, и великодушие, и ум своего рода. При выборе повариток в сегодняшнем финале мы будем ориентироваться на их стремления к победе, на их четкое позиционирование и уверенность в завтрашнем дне. Девушки, вышедшие в финал, отметили значимость прежде всего участия, а не победы. Но все же желание стать победительницей меньше от этого не стало. Участие, оно, безусловно, очень интересное. Победа – это, так скажем, бонус за участие. Каждая девушка получит великолепные призы, так что я думаю, что самое главное – это привести этот вечер и верить, что именно она победительница. Главное – показать нашу женщину, нашу женщину внутреннюю, нашу индивидуальность. Обязательно улыбаться, вообще всем женщинам нужно обязательно улыбаться. Я думаю, что наше хорошее настроение поднимет настроение остальным людям, которые пришли на нас посмотреть. Самое главное – это, конечно, харизма и подача энергии в зал. Это самое важное от артиста, когда он выступает с широкой улыбкой и хорошим настроением. У меня эта вся атмосфера, она просто, ну, можно сказать, завораживает. Это часть сказки, в которую хочется попасть каждой девочке. Это, опять же, расширение собственных возможностей и очень приятное, так скажем, проведение времени. Я думаю, что главное – это дарить любовь и улыбаться, потому что это будет чувствоваться, это будет распространяться на весь зал. И со своей миссией Наталья справилась. Ее позитивная энергетика действительно покорила зал и была по достоинству оценена представителями жюри. Очень приятно разделить эту радость с близкими, когда за тебя все искренне рады. Спасибо огромное всем, кто меня поддерживал. Огромное спасибо организаторам проекта. За эту потрясающую возможность находить новых друзей и радоваться жизни на полную катушку. Заряд вдохновения и положительных эмоций этим вечером получили как участницы, так и зрители. Почувствовать себя королевой удалось каждой финалистке. И в следующих проектах они снова не побоятся заявить о себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова